Задумываемся ли мы о том, что придет время и чтобы выжить, людям будущего придется добывать на соседних планетах полезные ископаемые, строить города на Луне и размещать передовые космические дозоры на границе нашей Солнечной системы. Куда отправятся в обозримом будущем наши потомки, об этом в документальном расследовании по Млечному Пути. Войны за независимость колонии с Марса, Венеры, Луны и Юпитера объединятся для борьбы с планетой Земля. Случится это потому, что люди расселятся по всем планетам нашей галактики Млечный Путь. Ведь на них будут обнаружены огромные запасы полезных ископаемых, которые на Земле к тому времени кончатся. Поэтому газ, нефть, редкие минералы и металлы Земля не будут вывозить из космических поселений. Но в какой-то момент их жители решат освободиться от господства Земли. Начнется первая межгалактическая война. Это Марс. Сегодня именно его ученые считают главным претендентом на колонизацию. Ведь марсианские условия во многом схожи с земными. А значит подходят для людей. Марсианские сутки длятся всего на 39 минут дольше земных. И на Марсе, как и на нашей планете, происходит смена времен года. Только чередуются зима, весна, лето и осень медленнее, чем на Земле. Потому что марсианский год почти в два раза длиннее. Вместо 365 дней в году их там 670. Правда Марс почти вдвое меньше Земли. Но по площади это ровно столько же, сколько занимает вся суша нашей планеты. Но самое главное, на Марсе есть слабая атмосфера и вода. Часть поверхностей скрывают какие-то замерзшие большие водоемы. Может быть даже какие-то океаны. Потому что при той температуре, которая на Марсе, вот минус 60, вся вода ушла в глубину. Вот так, по мнению разработчиков, будут выглядеть марсианские города. Чтобы люди не погибли от радиации, все мегаполисы будут накрыты специальными прозрачными куполами. А это марсолеты. Что-то вроде автомобилей, только летающих. Именно на таком личном транспорте будут передвигаться первые жители Марса. На Марсе будет организована база. База под куполами. Очень прочными, конечно, чтобы защищать людей от возможных ударов метеоритов. Потому что, как я уже сказал, атмосфера на Марсе чрезвычайно разряженная. И она не будет представлять из себя такого надежного противометеоритного экрана, которым является земная атмосфера. Марсианские города станут полностью автономными. Жителям Красной планеты не придется закупаться в земных супермаркетах. Другими словами, пищу с Земли доставлять не придется. Ее будут выращивать прямо на Марсе. Изучив пробы марсианского грунта, ученые обнаружили, по составу он практически точь в точь повторяет почву Земли. Правда, это не значит, что жителям Красной планеты нужно будет построить только теплицы, чтобы собирать урожай марсианской морковки или капусты. Для выращивания растений на Марсе ученым предстоит создать специальные устойчивые сорта. Считать, что прямо так посадим картошку, значит, начнем сажать картошку на Марсе, так не выйдет. Для этого нужны какие-то особые условия для этих организмов. Они приспособятся, но на это, если им самим дать возможность приспосабливаться, уйдут, наверное, миллионы лет. Возводить школы, больницы и новые микрорайоны на Марсе колонисты будут тоже своими силами. Ученые планируют построить на Красной планете специальные заводы, которые изготовят стройматериалы прямо из грунта планеты. Ученые точно знают, таким образом можно производить кирпичи и пластмассу. Главные стройматериалы для создания герметичных и прочных убежищ. Это хоть сейчас. Дело в том, что у нас давным-давно существуют технологии, например, литья из камня. Что из лунного, что из венерианского, это особых больших проблем не составляет. И там, и там базальт, из него можно делать кирпичи. Будут на Марсе и промышленные заводы. Ученые считают, их главной задачей станет переработка рения. Это очень редкий металл с уникальными свойствами. По прочности он равен стали, но при этом в три раза легче ее. Поэтому рений – идеальный металл для строительства самолетов и ракет. Рений ценится еще и потому, что на нашей планете его месторождений нет. Зато их много на Марсе. И как только там поселятся первые люди, рений оттуда начнут вывозить. Именно тогда, по прогнозам ученых, и может начаться первая звездная война. Правда, произойдет это в далеком будущем. Ведь пока все проекты по освоению Марса находятся в стадии разработки. По словам ученых, первая группа колонистов, которая должна будет построить город на Марсе, прибудет на Красную планету не раньше, чем через 30 лет. У проекта по освоению Марса есть существенный недостаток. Колонизация займет, по подсчетам ученых, минимум 200 лет. Все это время людям придется где-то жить. Но жить постоянно на поверхности планеты первые колонисты не смогут. По задумке ученых, строители будут обитать на орбите Марса и спускаться на поверхность с помощью специальных космических шаттлов. Основным домом, по планам разработчиков, для поселенцев станет вот такой космический корабль. Форму Бублика ученые выбрали не случайно. Благодаря такой конструкции корабль будет вращаться вокруг собственной оси со скоростью один оборот в минуту. А значит, на борту будет создаваться искусственная сила тяжести. Точно такая, как на нашей планете. То есть все космические путешественники смогут свободно ходить, а не летать в безвоздушном пространстве, как это делают космонавты, находясь на орбите. Собственно, жилые модули орбитальных станций было бы, наверное, правильно делать с искусственной силой тяжести. Просто это сложно сделать в связи с тем, что вот этот вот диаметр Бублика, он должен быть, ну, порядка 200 метров. В планах конструкторов построить не просто большой корабль, а настоящее космическое поселение. Согласно проекту, гигантский Бублик диаметром почти 2 километра станет домом для 10 тысяч землян. Пока колонизаторы будут осваивать Марс, возвращаясь на борт, они смогут вести привычный образ жизни. Работать, отдыхать, воспитывать детей. Создатели корабля для этого продумали каждую мелочь. В космическом городе будет все, как на Земле. Даже деревья и водоемы. Идея была в том, чтобы создать на станции действительно комфортные условия, чтобы туда могли лететь не специально подготовленные космонавты, а какие-то исследователи со всего мира. Мало кто знает, впервые идею о космическом городе высказал еще в 1926 году советский ученый Константин Циолковский. Только исследователь планировал, что корабль Бублик, или, как назвал его сам Циолковский, эфирное поселение, будет все время находиться на земной орбите. Тогда, задолго до первого полета человека в космос, это выглядело просто фантастикой. А сегодня это уже почти реальность. Ученые обещают, первый прототип космического города выйдет на околоземную орбиту в 2015 году. Правда, пока он не полетит к другим планетам, а будет крутиться вокруг Земли, совершая один оборот каждые 80 минут. Получается, за сутки космонавты смогут увидеть 15 восходов Солнца. Если испытания пройдут успешно, конструкторы тут же возьмутся за разработку корабля для колонизаторов Марса. Это Венера. Самая близкая изо всех планет Млечного Пути к нашей планете Земля. И самая похожая. Ведь по размерам Венера чуть меньше Земли. И масса с плотностью у нее практически такие же. А значит, планеты имеют одинаковый химический состав. Поэтому ученые долгое время думали, что Венера настоящий близнец Земли. И считали ее, а не Марс, главным претендентом на колонизацию. Венера представлялась, видимо, из-за того, что были видны облака, таким миром, покрытым жизнью, какими-то болотами, джунглями в очень большом количестве. Но отчасти это объяснялось тем, что поскольку там много Солнца, она же ближе к Солнцу, то люди ожидали там увидеть буйство растительной жизни. В 1970 году космический аппарат Венера-7 впервые совершил мягкую посадку на ночную сторону оранжевой планеты и передал точные данные о давлении и температуре на поверхности. Результаты исследований стали настоящей сенсацией. Венера оказалась вовсе не сестрой Земли, а ее полной противоположностью. Выяснилось, что атмосфера планеты на 96% состоит из ядовитого углекислого газа. Давление на поверхности Венеры в 93 раза выше земного. А температура настолько высокая, что способна расплавить свинец почти 500 градусов по Цельсию. А главное, на Венере совсем нет магнитного поля. Это значит, на ее поверхность обрушиваются гигантские дозы солнечной радиации. Даже несмотря на то, что условия на Венере оказались совсем непригодными для жизни, ученые не перестали мечтать о ее колонизации. Ведь она богата ураном, который на Земле подходит к концу. А по прогнозам ученых, уже через 200 лет единственным источником энергии на нашей планете останутся атомные электростанции. Если не будет урана, их придется закрыть. Снабдить их ураном смогут только рудники на Венере. Но для того, чтобы добывать его там, сначала необходимо создать условия, пригодные для жизни землян. Сделать это можно, если понизить температуру на Венере. После этого плотность атмосферы и давление нормализуются сами собой. Человек там жить не может из-за высокого давления и высокой температуры на поверхности Венеры. Но в принципе, на мой взгляд, это можно изменить. Во всяком случае, теоретически это возможно при близком к современному уровню технологии. Но главное, по словам экспертов, даже не это. Когда на Венере станет прохладнее, очистится и атмосфера планеты. Углекислый газ просто замерзнет и превратится в сухой лед. Правда, это не решит проблему воды на Венере. По словам ученых, хоть на оранжевой планете вода и есть, но ее очень мало. И хватит колонизаторам лишь на первое время. Если на Земле всю воду, которая есть, распределить ровно по поверхности, то получится порядка двух километров тут слои толщиной. На Венере при аналогичной манипуляции получится два сантиметра. То есть здесь в тысячу раз меньше. Даже если бы там стала вдруг нормальная атмосфера, это была бы дюна какая-то. Зато большое количество воды есть на другой планете. Именно на нее, считают ученые, человечество сможет переселиться, если на Земле закончится вода. Это спутник Юпитера Европа. Главное преимущество Европы перед Венерой в том, что на ней обнаружен гигантский океан. Он покрывает буквально всю поверхность планеты слоем воды толщиной в 100 километров. Это очень много. Представить эти масштабы просто. Если взять все океаны на Земле и соединить их в один большой, запасы воды на спутнике Юпитера все равно будут превышать этот объем в несколько раз. Правда, Европа находится далеко от Солнца. Из-за этого температура на ее поверхности опускается до минус 160 градусов. И океан на планете покрыт толстой коркой льда. Это самая ледяная корка, которая сверху. Она достаточно толстая, по оценкам не меньше 10, ну и не больше, скажем, 150 километров. Долгое время ученые считали, что спутник Юпитера промерз насквозь и превратился в большой снежный шар. Но последние исследования астрономов показали. Под коркой льда скрывается океан. Мало того, он теплый. Выяснить это удалось, когда ученые заметили на гладкой поверхности Европы странные узоры. Чтобы понять, что это такое, астрономы установили за планетой круглосуточное наблюдение. Оказалось, загадочные узоры появляются потому, что пласты льда приходят в движение. И когда корка ломается, из глубин, подобно лаве, вырываются потоки воды. При низкой температуре они моментально замерзают и образуют те самые узоры, которые видят в телескопы астрономы. Океан теплый. Жидкая вода. Там даже более интересная, потому что там не только обнаружена вода, там обнаружены гейзеры, фонтанирующие гейзеры. Однако даже при наличии воды создать на Европе условия, подходящие для жизни землян, практически невозможно. Дело в том, что планета находится в мощном поясе радиации. По словам ученых, даже защитный скафандр не поможет избежать сильнейшего облучения. Оказавшись на Европе, космонавт умер бы за 10 минут. Даже техника не смогла бы выдержать зашкаливающий уровень радиации на этом спутнике Юпитера. Если вывести такой аппарат на орбиту спутника той же самой Европы, он даже с защитой для приборов не позволит приборам прожить, наверное, дольше, чем, ну, самое большее, наверное, месяца три. Они погибнут. Поэтому пока ученые рассматривают альтернативные варианты освоения Европы. Например, если построить города под водой, то радиация землянам будет не страшна. Правда, этот проект, как и в случае колонизации Венеры, будет стоить бешеных денег. К тому же, вряд ли человечество захочет поменять место обитания с суши на воду. По словам ученых, возможно, вкладывать большие средства и менять привычки человечеству совсем не придется. Так будет, если земляне сумеют освоить другой спутник Юпитера. Вот он, это Калиста. На нем, как и на Европе, много воды, которая скрыта подо льдом. Но в отличие от остальных спутников Юпитера, на Калиста нет смертоносной радиации, потому что он находится вне зоны радиоактивного пояса Юпитера. Это значит, строить города можно прямо на поверхности планеты. Правда, колонии придется закрывать специальным куполом, который будет удерживать кислород и создавать искусственную гравитацию. Ведь на Калиста очень слабая сила притяжения. В таких условиях люди не смогут ходить по поверхности, а все окружающие предметы будут парить в невесомости. Но самое страшное, возможно, маленькая сила тяжести будет губительно влиять на здоровье переселенцев. На самом деле неизвестно, может ли там жить человечество, в том плане, что планируются эксперименты, но до сих пор не проведены, могут ли в условиях одной трети земной силы тяжести нормально размножаться, скажем, человек и высшие животные. Потому что в невесомости даже улитки этого делать не в состоянии. Там проблемы с нервной системой начинаются. Ученые считают, жить под куполами землянам придется недолго. По словам некоторых разработчиков, создать атмосферу на Калиста можно за считанные десятилетия. Для этого в спутнике Юпитера нужно пробурить гигантские скважины и через них нагревать ядро планеты. Температура внутри Калиста быстро поднимется и начнут таять ледники. Они высвободят огромное количество пара и наполнят им атмосферу. Однако не все ученые согласны с этим методом освоения Калиста. Никакие сверления невозможны, потому что лед при температуре минус 100 градусов, а там температура минус 120, он превращается в скальный грунт по твердости. Поэтому все равно, что бурит лед, что, так сказать, гранит, никаких энергетик там не хватит. Единственная возможность проплавить. Недавно ученые предложили одно универсальное решение. С ним можно построить колонию буквально на любой планете в галактике Млечный Путь. По словам ученых, гораздо быстрее, экономичнее и перспективнее перестраивать не условия обитания под человека, а наоборот, человека под условия обитания. Жизнь обладает потрясающим свойством. Она приспосабливается к чему угодно, к любым условиям. Холодно, тепло, ультрафиолет, инфракрасное изоблачение, любое. Это может показаться фантастикой, но эксперты утверждают. Достижения генной инженерии шагнули далеко вперед. Создать человека, который может дышать углекислым газом и легко переносить космическую радиацию, можно уже сегодня. Если это получится сделать, земляне смогут жить на любой планете. Но первым в этом случае в списке на колонизацию станет Титан. Спутник Сатурна. Поверхность Титана в точности повторяет рельеф Земли. Как и наша планета, спутник Сатурна покрыт горами и равнинами. На нем есть реки, моря и даже океаны. Но самое главное, состоят они не из воды, а из газа метана. На обоих полюсах нашли очень красивые системы озер, которые напоминают, если вы ходите в походы на Карельском перешейке, в Уоксу, когда это непонятно, то ли много озер рядышком, то ли большое озеро и много островов. Такая вот система очень плотно расположенных озер, которые, по всей видимости, представляют собой смесь метана и этана. Недавно ученым удалось установить, даже по самым приблизительным подсчетам, запасы углеводородов в водоемах Титана превышают запасы нефти, угля и газа на нашей планете в 150 раз. Это очень много. Чтобы понять эти масштабы, достаточно представить, что одного небольшого метанового озера хватит на непрерывные обогрев и освещение всей территории России на протяжении 300 лет. Эти гигантские залежи полезных ископаемых, по словам астрофизиков, в будущем могут спасти все человечество от гибели. Ведь запасы углеводородов на Земле стремительно истощаются. По оценкам экспертов, нефть на нашей планете закончится уже через 40 лет, а газ через 60. Конечно же, сколько нам не обещают, что каждый вот там открывается новые, там эти самые новые залежи, там то все, 5-10-е, но в общем все равно конец ясен будет. Ну это спорно. Будет 20 лет, 50 лет или там 100 лет. Ну конечно, что это ограниченный запас. Ученые утверждают, Титан – идеальное место для добычи нефти. Ведь в отличие от Земли, здесь все ее запасы лежат прямо на поверхности планеты. А значит, дорогие бурильные установки и вышки не нужны. Достаточно построить мощные насосные станции, которые будут закачивать нефть прямо в хранилище. Правда, обладать этими нефтяными и газовыми богатствами человек сможет только тогда, когда научится обходиться без кислорода и переносить 150-ти градусный холод. Поэтому уже сегодня ученые всерьез занимаются разработками по адаптации человека к жизни практически в открытом космосе. Эксперты даже не сомневаются. В ближайшем будущем все их фантастические задумки станут реальностью. И тогда земляне смогут жить не только на Луне, Венере и Марсе, но и на самой главной звезде нашей галактики – личный путь на Солнце. Остается добавить, что как бы ни были фантастичны выводы, сделанные в этом расследовании, человечество, разрывая жилы и набивая кровавые шишки, все равно будет стремиться в космос. Ведь не случайно еще в 1945 году Сталин неожиданно поставил вопрос перед союзниками о разделе Луны. Один из помощников Черчилля, как рассказывала мне переводчица Сталина Зоя Васильевна Зарубина, ошеломленно прошептал, дядя Джо сошел с ума. На что Черчилль громким шепотом ответил, с ума сошел тот, кто считает раздел Луны утопией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин